Девушки отдыхают Музыка Ван Гелеса Главный оператор Шон Боббит Продюсеры Кандида Брейди и Тайтус О'Гилви Автор сценария и режиссер Кандида Брейди Из космоса трудно разглядеть следы присутствия человека на Земле, а равно и то, как мы относимся к истощимым ресурсам нашей планеты. Отсюда все выглядит идеальным. Только присматрившись повнимательнее, мы начинаем замечать результаты жизнедеятельности человека. И в частности тот, о котором говорят довольно редко — мусор. Музыка 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В песке теперь полно обычного мусора. И я хочу разобраться, в чем дело. Никто не знает точно, сколько отходов мы производим. Известно только то, что нас 7 миллиардов, и мы производим больше мусора, чем когда бы то ни было в истории. Но знает ли кто-нибудь, что происходит с этим мусором потом? Как он влияет на землю, воздух, моря и, в конечном итоге, на нас самих? Исторически сложилось так, что мусор, как правило, закапывали. Но теперь мы так не поступаем, а просто сваливаем его в кучи. Начиная с 1975 года, мусор из древнего ливанского города Саида, теперь это окраина Бейрута, свозили сюда и сваливали в кучи на окраине города. Более 80 тонн ежедневно. То, что когда-то было песчаным пляжем, превратилось в завалы мусора. Высотой более 40 метров. Отходы разлагаются, и в землю просачиваются химикаты. Воздух, которым дышат 200 тысяч жителей города, выделяется вредный тепличный газ метан. А жидкие отходы стекают в море, отравляя жизнь местным рыбакам и лишая их источника пропитания. Это вовсе не проблема местного значения. Ведь вон там Италия, вон там Кипр, соседняя Сирия, а к северу от Сирии берега Турции. И все эти страны жалуются, что их пляжи наводняют мусор, большую часть которого уносят с этой самой горы. Сборщики мусора приходят сюда, чтобы отыскать в вонючих кучах отходы, которые можно продать на переработку. Со мной никто не захотел говорить, кроме одного человека, беженца из Палестины. Наверное, раньше здесь было не так много мусора. 35 лет назад, когда ты начал здесь работать, этой горы не было вовсе. Она выросла на твоих глазах. Сначала здесь был просто пустырь. Когда я начал здесь работать, этой кучи не было. Но она выросла очень быстро. Другого выхода не было. Однажды, лет 20 назад, сюда приехали люди и вырыли яму. В эту яму они сложили бочонки. Что было в этих бочонках, никто не знает. Он считает, что это могли быть токсичные отходы. Были попытки расчистить эту мусорную кучу, в том числе пожертвования аравийского принца в 5 миллионов долларов. Увы, воз и ныне там. Но дело не только в таких критических ситуациях. Мусор повсюду. И его количество постоянно увеличивается. Мы производим слишком много отходов. Люди расточительные по природе. Уилл Киркман. Мы считаем, что выбрасывать это нормально. И выбрасывая мусор, мы не думаем о последствиях. Очевидный результат – загрязнение окружающей среды. И, возможно, глобальное потепление. Не надо быть большим ученым, чтобы понять, Пол Коннет, профессор химии, что нельзя бесконечно увеличивать потребление конечных ресурсов. Ежегодно мы выбрасываем 200 миллиардов пластиковых бутылок, 58 миллиардов одноразовых стаканчиков и миллиарды пластиковых пакетов. Это ужасно. КОНЕЦ Моя родная Британия занимает первое место в Европе по количеству мусорных свалок. 80% населения живет в двух километрах от свалки. Несмотря на заявление правительства, что мусор должны свозить на свалки лишь в крайнем случае, вот это в Йоркшире постоянно растет. Уэлбек Токсик Тип. А правее через поля школа. Верите или нет, но между школой и свалкой собираются построить 300 домов. Пол Дэйнтон. Так что школа, больница и центральный район города будут в непосредственной близости от самой большой в Англии свалки токсичных отходов. Эта мусорная куча 62 метров в высоту. Наверное, это одна из самых высоких мусорных куч в мире. Европейские свалки отличаются от многих других тем, что их постоянно проверяют на соответствие правилам и лицензиям. На этой свалке правила нарушают завидной регулярностью. Пол – бывший шахтер и активист общественного движения. Он озабочен тем, что эта свалка образовалась на исторической местности, но ему предстоит выиграть не одно сражение. Здесь ужасающий смрад. Невозможно выпустить ребенка погулять. Нас замучили мухи. Мы в частном порядке выдвинули обвинения против владельцев, так как агентство по охране окружающей среды не чешется. У нас в Оранжерее было около 4 тысяч мух. Пол чувствует, что британские власти и правительственные учреждения расслабились и не принимают должных мер по охране здоровья сообщества. Агентство по охране окружающей среды выдвинуло обвинение лишь однажды. Но дело о нарушении правил аренды места под свалку так и не попало в суд. А вот Пола вызывает в суд довольно часто. За свои усилия он заработал уже два пожизненных запрета. Судья сказал мне, я отберу у тебя последние деньги, отберу дом и отправлю тебя в тюрьму, если ты хоть раз появишься на этой свалке. Отрасль утилизации отходов в этой стране настолько богата, что они могут позволить себе нанимать целые университеты, чтобы доказать, что их преследует напрасно. Представитель Агентства по охране окружающей среды, проверявший эту свалку, написал, что оперативный контроль оставляет желать лучшего. Его отчет гласил, если по мнению Агентства по охране окружающей среды это самая хорошо организованная свалка из 2500 действующих свалок в Англии и Уэльсе, что говорить об остальных? Свалки быстро разрастаются по всему миру. Кое-где, например, в Бекине, уже нет места для мусора. За последнее десятилетие 14 свалок в окрестностях Нью-Йорка заполнились до отказа. Общество производит огромное количество мусора. Это всеобщая проблема. Если вернуться на 150 лет назад, отходы состояли в основном из натуральных продуктов. Вивиан Ховард, профессор биотехнологий. Это была бумага, изделия из дерева, животные продукты, шерсть и хлопок. То есть продукты естественного происхождения. В течение последних 150 лет мусор становился все более и более токсичным. Повышалось содержание тяжелых металлов, радиоактивных веществ и пластмасс на основе синтетических смол. Итак, 150 лет назад, весь мусор можно было закопать в землю, и он бы сгнил без каких-либо долгосрочных последствий. Сегодня, если вы хотите взглянуть на современную мусорную кучу, нужно быть предельно осторожным, ведь все они очень ядовиты. Свалки создают проблемы даже после их ликвидации. Хотя сейчас большинство новых свалок укрывают слоем глины, чтобы предотвратить проникновение химикатов в грунтовые воды, увы, этот метод малоэффективен. В конечном итоге эти барьеры исчезнут, делая свалки потенциально опасными, причем на сотни лет. В 2008 году в результате обвала вскрылась старая мусорная свалка в Дорсикшире, на юрском побережье, которая является объектом мирового наследия. Мусор разбросало по всему утесу и пляжу. Но без точных карт с указанием расположения старых мусорных свалок невозможно предугадать, где и как береговая эрозия и высокие приливы повлияют на эти свалки, где бы они ни находились. Природа строит и разрушает, строит и разрушает. Все, что создано природой и попадает в окружающую среду, возникает и разрушается, возникает и разрушается. Наша цивилизация нарушила это правило. Из-за нас в окружающую среду попадают элементы, которые не разрушаются. Даже хорошо организованные и контролируемые свалки создают проблемы. И эта свалка в Глостер-шире, в самом сердце, Котсуолса, не исключение. Здесь разрешено принимать 150 тысяч тонн опасных отходов в год. Это одна из наиболее токсичных свалок Европы. Смотреть можно только отсюда. Не нарушая правила владения, да. Вот она, во всей своей красе. Она огромная. Это свалка опасных отходов Гранденс. Да, какие отходы сюда свозят? Сюда свозят всевозможные вредные вещества, краски, лак для ногтей, растворители. Количество отходов, которые сюда привозят, просто приводят в ужас. Так же, как и местоположение свалки, так как в трех километрах от свалки живут 15 тысяч человек, а ветер чаще всего дует в направлении от свалки к деревне. Отсюда видны кровли домов деревни Бишопс Клифф. А метод утилизации мусора крайне примитивен. Отходы смешивают с жидкостью в силосной яме, а затем распределяют по всей площади свалки, чтобы токсичная пыль не распространялась на близлежащие земли и дома. Все смешивается со свалочными водами. Барбара Фармер. Что такое свалочные воды? Вся жидкость, которая отсасывается со дна свалки. Тут все гниет и течет. В итоге получается жидкая субстанция. Мы знаем, что в ней содержится шестивалентный хром, в ней содержится кадмий и множество других тяжелых металлов, крайне опасных для здоровья человека. Это возмутительно. Местные жители крайне обеспокоены появлением облаков токсичной пыли. Владельцы свалок отрицают их наличие, так что началось расследование. Наряду с местными жителями проблемой занялись и госорганы, однако официальное заключение гласило, вряд ли существует реальная угроза здоровью. Владелец участка, примыкающего к свалке, разрешил мне взять пробы почвы на содержание токсинов. Из какой-то точки, с участка 10 на 10 метров, да? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Был важен научный подход. Четыре пробы и восемь навесок. Мы в середине. Где мой колышек? Я потерял колышек. Черт, ну что за дела? Я вынужден ставить колышки. Было бы лучше поставить флажок. Остальные колышки должны быть там. Я сам их ставил. Ну, вот. Здесь кое-какие корешки, но ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Когда я учился в школе, удавалось выращивать только плесень на застарелой еде, и у меня это хорошо получалось. Мои пробы показали, что в почве содержатся токсины. Агентство по защите здоровья населения также анализировало пробы грунта и обнаружило присутствие токсинов, но заключение снова гласило, реальные угрозы здоровью не существует. Независимые эксперты констатировали, что уровень токсинов в тысячи раз превышает допустимый. Исследования 21-й свалки вредных отходов в пяти странах показали, что, живя в трех километрах от них, мы подвергаемся риску врожденных аномалий, врожденных пороков развития. Но, как и большинство отчетов по поводу влияния свалок на состояние здоровья, включая те, где отмечались случаи заболевания раком, этот также призывал лишь проводить дальнейшие исследования. Что ни говори, ясно, что свалки пагубно влияют на окружающую среду. И хотя все заключения гласят, что нет достаточных доказательств, что они опасны для здоровья, мне совершенно ясно, что количество мусорных свалок необходимо сократить. Вопрос в том, какова альтернатива? Мы не должны закапывать в землю столько мусора. Казалось бы, лучше его сжигать. Сжигание намного дороже захоронения отходов, но этот способ наиболее широко используется. Мы не знаем, сколько именно в мире муниципальных мусоросжигательных печей. Их примерно 800. По некоторым отчетам, лишь в Японии их 469. В Британии их 30. И планируют построить еще 91. В мусоросжигательных печах мусор сжигают при очень высоких температурах, превращая его в газ, залу, жар и электричество. В новейших печах мусор превращается в природосберегающую энергию. И их уже не называют мусоросжигательными печами. Это заводы энергетической утилизации отходов. Но есть риски, как и в случае мусорных свалок. В атмосферу выделяются токсичные химические вещества. В развитых странах такие заводы жестко контролируют. Конструкция, эксплуатация и ремонт таких заводов обеспечивают максимальную безопасность, снижая риски для окружающей среды. Однако ученые не разделяют этого мнения. Один из них уже более 20 лет активно выступает против сжигания мусора. Впервые я заинтересовался этим вопросом, когда библиотекарь попросил меня рассмотреть проблему сжигания мусора, так как в нашей стране уже построили или собирались построить мусоросжигательную печь. Сначала я решил, что это хорошая идея, так как мы избавимся от этих ужасных свалок и в то же время получим дополнительную энергию. контролировать придется всего один объект. Но мне сказали, прочти вот это, и это были документы Барри Коммонера, где говорилось о диоксине. Я сразу понял, что это неприемлемый метод. Иссофьордур, Исландия. Я приехал в Исландию, в далекий город Иссофьордур, столицу Вестфердира, чтобы встретиться с местными жителями, которых волнуют испарения из мусоросжигательной печи, где раньше сжигали их мусор. Дорогостоящую печь построили в 1994 году на деньги горожан. Ее назвали «фуни», что по-исландски значит «огонь». Недавно ее закрыли, обнаружив слишком высокий уровень химических испарений. Бьярни Браньёплсон, местный активист. Мусоросжигательные печи находятся у фьордов. Тут практически нет ветра, и дым никуда не уходит. Он поднимается вверх, а потом опускается на землю. Мы знаем, что с мусоросжигательными печами одни и те же проблемы. Уровень безопасности полностью зависит от инженерного обеспечения. Все должно работать идеально. Внутри мусоросжигательных печей очень опасная атмосфера. Крайне высокая температура, кислотные газы, судя по опыту, они работают далеко не идеально. Через эту печь еженедельно проходят тонны мусора. Уровень содержания диоксина намного превышает допустимый. Травиться никому не хочется, потому что повышается риск заболевания раком, и диоксин накапливается в организме. Диоксины и другие химикаты уже содержатся в окружающей среде. Они возникают в результате горения, в процессе производства, из-за лесных пожаров и активности вулканов, которые в Исландии не редкость. Но опасения вызывают те, что сотворил человек, галогенизированный, появившийся в результате горения смешанного мусора. Диоксины – химические соединения, состоящие из продуктов сгорания. Но у них есть дополнительные составляющие. Это молекулы хлорина или брома, которые не присутствуют в природной химии. Проблема в том, что эти составляющие постоянные, то есть не существует ферментов, которые могли бы их разрушить. А если подвернуть их горению, появляются крайне токсичные элементы. Диоксины – лишь один из примеров. Существует множество других веществ, но диоксины – самые токсичные, поэтому им уделяют наибольшее внимание. В 1997-м владельцев мусоросжигательных печей обязали контролировать уровень загрязнения окружающей среды. Но сложные фильтры, улавливающие загрязнители, далеко не дешевы. Чтобы фу не соответствовало требованиям, на нее установили вот эти новые фильтры. Итак, если мы посмотрим сюда, то увидим дымоход. Здесь установили огромный и дорогостоящий фильтр, который исправно работал несколько месяцев, а затем сломался. Покупать новые фильтры очень дорого, но они были куплены. Фильтры работали отлично, но тоже вышли из строя. Это сродни тому, когда мешки для мусора стоят дороже пылесоса. Четыре года спустя, после покупки новых фильтров, печь прекратили использовать, просто потому, что больше не могли себе этого позволить. Независимо от того, насколько эффективно фильтры улавливают токсины, остается еще одна проблема. Все мусоросжигательные печи производят золу, от которой тоже нужно избавляться. Есть два вида золы, которые вызывают опасения. Топочная зола, которая сродни золе в камине, это зола из печи, а также летучая зола, мельчайшей частицы, которая улавливает оборудование для контроля за загрязнением. Топочная зола составляет 90%, летучая зола около 10%. Топочная зола токсична, а летучая зола крайне токсична. В ней содержатся тяжелые металлы, диоксины, фуран и так далее. Считается, что от 50 до 80% общего загрязнения планеты диоксинами вызвано сжигание мусора, будь то медицинские или городские отходы. Владельцы утверждают, что машины модифицированы. Однако речь идет лишь о том, что попадает в воздух, тогда как множество элементов попадает в золу, которую используют для производства блоков из шлака бетона, и которые вы в конечном итоге заметаете под ковер, чтобы не видеть. Но проблема так и не решена. Эта небольшая мусоросжигательная печь выделяла рекордное количество диоксинов, которые попали в пищевую цепочку. Если вы строите мусоросжигательную печь, фермеры будут получать токсины, и в частности диоксины. Корова, поедая траву, получает столько токсинов, сколько вы получили бы за 14 лет, вдыхая в воздух. Другими словами, если бы вы стояли возле коровы, чего я не советую делать, вы бы провели самые скучные 14 лет своей жизни, но вам бы пришлось дышать этим воздухом 14 лет, чтобы получить то же количество диоксина, которое корова получает за один день. Я посетил фермера, пострадавшего от мусоросжигательной печи. Сначала он не хотел со мной говорить. Его семья занимается фермерством уже более 150 лет. Их проблемы тяжело сказались на престарелом отце, который перенес удар. Здравствуйте. Я Джереми. Я сочувствую вашей ситуации. Я хотел бы взглянуть на коров. Фермер рассказал мне, что недавно родившийся теленок сразу умер от проблем с печенью. Он считает, что это результат работы мусоросжигательной печи. Ему сказали два месяца держать животных в заперти, и он уверен, что в конечном итоге от них придется избавиться. Неприемлемо высокий уровень диоксинов в молоке обнаружили только тогда, когда сосед попросил его протестировать. Фермер показал мне, куда он выливает молоко. Он сказал, что обнаружил в нем странный осадок. Я выливал молоко только сюда. Никуда больше. Теперь его земля обесценилась, но правительство не предложило никакой компенсации. Если бы речь шла об инфекции, они бы немедленно решили проблему. Но тут лишь загрязнение окружающей среды, и никому нет дела. Наверное, это тяжело сказалось на вашей семье. Да, но моей дочери 20 лет, и я волнуюсь только за нее. У нее недавно родился ребенок. Мне 50. Я уже прожил жизнь. У него больше нет средств к существованию, и никакой компенсации. Будущее выглядит мрачным и для него, и для его семьи. Я попытался получить официальные комментарии по поводу происходящего. В прошлом ноябре мы решили закрыть печь и утилизировать мусор. А спустя несколько недель возникла эта проблема с диоксином. Дэниэл Якобсон, член местного правления. Как насчет господина Йоконсона? Он получит компенсацию за ферму? Очень надеюсь. Надеюсь, что ему не придется расплачиваться за все это. Думаю, ответственность лежит на нас и на правительстве. Агентство по охране окружающей среды Исландии последний раз проверяло Фуни в 2007 году. И хотя исследования показали, что вредные выделения в 21 раз выше допустимой нормы печь закрыли лишь в декабре 2009-го. Хотелось бы знать, почему. Я надеялся встретиться с министром по охране окружающей среды, но она внезапно заболела гриппом. Так что я встречусь с ней позже. Посмотрим, что она скажет. Наши эксперты из агентства по охране окружающей среды посчитали, что нет никакой угрозы для природы или здоровья людей. Магнус Йоханссон, представитель агентства по охране окружающей среды. Но вы все же считаете, что в атмосфере не должно быть диоксинов. Это мое личное мнение. Я считаю, что мы должны сделать все возможное и искать практические решения проблемы. И таковые существуют. Но в то же самое время вы не делаете ничего, чтобы закрыть мусоросжигательные печи. Сигналы из агентства по охране окружающей среды поступили к нам намного позже. Лишь в начале этого года. Вы только тогда обнаружили, что близлежащие земли заражены. Как мне казалось, операторы заявили, что не возникнет никаких проблем с загрязнителями, но тем не менее земля в полутора километрах от печи непригодна для использования. Возможно, нужно привлечь к ответственности операторов, которые поставляют оборудование. Но не только в Исландии есть неисправные мусоросжигательные печи. По всему миру операторы регулярно нарушают нормы на предельно допустимый выброс. И это касается не только старых печей. Печь, созданная по последнему слову техники, запущенная в Шотландии в 2009 году превышала лимиты выброса в 172 раза. Эти устройства недешевы. Город Харрисбург в США был вынужден объявить себя банкротом и задолго на сумму в 310 миллионов за свою мусоросжигательную печь. Жители Детройта заплатили более миллиарда долларов за модернизацию своей печи. Это высокая цена. но сообщества платят по-разному. Более 9 лет жители этого французского городка боролись за справедливость с местными властями и владельцами мусоросжигательной печи, которую в итоге снесли. Уровень диоксинов превышал допустимый в 1300 раз. Но печь продолжала работать. Ее закрыли только после того, когда значительно возросли случаи заболевания раком. После того, как 24 из 80 жителей заболели, улицу за печью назвали аллеи рака. Мы разочарованы и крайне опечалены. Нас никто не хотел слушать. Мы с трудом добились правды. Доминик Фрейн. Казалось, что мы досадная помеха. Мы видели, что могущественные инстанции пытаются заткнуть нам рот любым способом. Одна небольшая мусоросжигательная печь погубила 350 ферм. Было выбраковано 3000 животных. Уничтожено 7000 тонн сена. Пропало 13000 литров молока. Однажды понимаешь, что не можешь больше работать. Ертрале, фермер. Что всю продукцию приходится выбрасывать. Фермеры главные потребители собственных товаров. Раньше я поил детей молоком с моей фермы, потому что оно было лучше, чем в магазине. Мы ели мясо наших животных, потому что оно было качественнее промышленного. Ели яйца с нашей фермы, а теперь мне говорят, что этого делать нельзя, что мы травим собственных детей. Судебное заседание, на которое явилось 165 местных жителей, прекратили, так как случаи заболевания раком в этом районе были не столь многочисленны. и не было доказательств того, что рак вызван диоксинами. Судебная система не признала, что те, кто жил вблизи печи, подвергались опасности. Но для нас это было очевидно. Исследования в Индернест-Шири это доказали. Там пришли к выводу, что риск заболевания раком населения Франции, живущего вблизи мусоросжигательных печей того поколения, повышается от 6 до 23%. Принцип предосторожности говорит о том, что в случае отсутствия научной уверенности нужны доказательства, что то или иное действие не приносит вреда. Разве в данном случае власти не должны были доказать, что мусоросжигательная печь безопасна, а не заставлять местных жителей доказывать обратное? Мы уверены, что там, где дело касается людей, невозможно получить стопроцентные доказательства. Поэтому правительства должны действовать осмотрительно, принимая во внимание факты. Я имею в виду, производители всегда требуют неоспоримых доказательств, но они должны понимать, что это сродни просьбы достать с неба Луну. Некоторые, видя мусоросжигательную печь и трубу, думают о разжижении и рассеивании, забывая о том, что вредные вещества накапливаются в природе. Накапливаются в рыбе, например, ртуть. Накапливаются в организме пастбищных животных, овец, свиней, коз, коров и кур. В итоге мы получаем все это обратно. И самая большая проблема в том, что когда диоксина попадает в наш организм, от них уже невозможно избавиться. Мужчине избавиться от них невозможно. У женщины есть один способ рождения ребенка. Итак, она ежедневно получает диоксин вместе с пищей и не может от него избавиться. Он накапливается в организме, и если женщина забеременеет, диоксин, который копился в ее организме около 25 лет, попадает в плод, и его концентрация существенно возрастает, что ставит под угрозу умственное развитие ребенка, его иммунную систему и половое развитие. Так быть не должно. Думаю, люди не до конца осознавали проблему. Отравление диоксином смертельно. Он накапливается 20-30 лет до появления последствий. Чтобы до конца прочувствовать пагубность диоксинов, произведенных человеком, я должен был увидеть их наихудшие проявления. Во время войны во Вьетнаме джунгли постоянно опрыскивали гербицидами, отравленными тетрахлородибизопе диоксином, наиболее вредным из всех диоксинов, чтобы погубить растительность и обрезать линии обеспечения вьетконга. Никто не мог предугадать, что даже спустя 40 лет новорожденные дети будут страдать от последствий отравления диоксинами. Так думают многие ученые. Диоксины влияют на гормоны, замедляют развитие, разрушают иммунную систему. Наибольшему риску подвержены эмбрионы и грудные дети. Субтитры создавал DimaTorzok К нам поступают тысячи детей с пороками развития. Родители либо просто бросают их, либо посылают сюда, так как мы можем лучше о них позаботиться. Доктор Нгуен Чингон Фонг, директор медицинского центра. Начиная с 1966-67 года я видела много врожденных пороков, но не понимала причин. Затем мне попалась книга, опубликованная в 1974 году Национальной академией наук США, где говорилось о распылении загрязнителей во Вьетнаме, начиная с 1961 года. Я поняла, что, возможно, врожденные дефекты обусловлены токсичными химикатами, которые американцы разбрызгивали во время войны во Вьетнаме. Изучив расчеты, люди поняли, что им лишь чудом удастся избавиться от диоксинов в пище. Сколько же пройдет времени? Сколько поколений сменится до тех пор, пока уровень содержания диоксинов не упадет настолько, что их будет невозможно обнаружить? Шесть поколений. Говорят, что детям, которые попали в эту больницу, повезло. О них постоянно заботится персонал в больнице. Но многие о таком лишь мечтают. Мать этой двухлетней девочки пришла в отчаянии, когда ребенок родился без ног и рук. До этого она не понимала, что диоксины, распыленные во время войны, могут повлиять на ее семью. Я жила к северу от границы с Камбоджей. Там распыляли много химикатов. Мой муж вырос здесь, но здесь также распыляли химикаты. Сейчас правительство оказывает нам помощь. Мы получаем около 300 тысяч донгов в месяц. Моя дочь подпадает под категорию, когда положено субсидии. Мы с мужем работали на производстве. Но девочка родилась очень больной. Я вынуждена сидеть дома, чтобы заботиться о ней. Нам живется очень трудно. Сейчас, чтобы как-то заработать на жизнь, мы продаем лотерейные билеты. Увидев этих вьетнамских детей, я уже не сомневаюсь, что высокий уровень содержания диоксинов крайне опасен. Но что происходит, если диоксинов в организме не так много? Сегодня диоксины присутствуют в организме каждого человека. Точно определить дозу, которая не вредит здоровью, невозможно. Изучая лабораторных животных... Линда Бернбаум, защитник природы. Мы видим, что химический эффект бывает уже при таком уровне диоксинов, какой есть у большинства населения. Некоторые химические вещества пагубно влияют на организм даже в самом малом количестве. Я бы сказал, что безопасной дозы не существует. Диоксины – самые токсичные из известных нам химических веществ. Даже при малом их количестве мы уже видим токсическое воздействие на детей и младенцев. Если рассмотреть в развитии период концентрации токсинов, вы обнаружите, что А. Многие субстанции оказывают пагубный эффект, и Б. Их концентрация тысячи раз меньше, чем та, при которой страдает организм взрослого человека. Развитие – это рейс в один конец. Это эффект бумеранга. В июне 2008 года 33 тысячи врачей обратились с заявлением в Европейский парламент, озабоченные отсутствием контроля за мельчайшими частицами, которые также выделяются при сжигании мусора. Эти частицы настолько малы, что их невозможно ни увидеть, ни уловить. Таким образом, они вне норм и предписаний правительственных органов. Относительно мельчайших частиц есть два вопроса. Первый – как они попадают в организм? И второй – что будет, если они туда попадут? Мы уже достаточно хорошо изучили первый вопрос. Научное сообщество разработало целый ряд методов. Исследования показали, что если такие частицы попадают в организм, они начинают перемещаться. Механизм их передвижения сродни механизму передвижения вируса. Если вдохнуть мельчайшие частицы, они попадают в печень, селезенку, костный и головной мозг, могут преодолеть гематоэнцефалический барьер. Есть еще один процесс под названием глобальная дистилляция, когда такие составляющие, как полихлорированные бифенилы и диоксины, разносятся по планете. Их концентрация крайне мала, но они попадают в наиболее холодные районы Земли и накапливаются там. Благодаря диоксинам и токсичным тяжелым металлам, казалось бы, идеально чистая Арктика стала одним из самых зараженных мест на Земле. С потеплением климата диоксины, содержавшиеся в арктических льдах, снова попали в атмосферу. Последние 20 лет из льдов в атмосферу выделяются токсичные химикаты. Естественная пища эскимосов — животный жир, но им пришлось сменить диету, так как жир стал слишком токсичным. Наши действия в этой части света оказывают влияние на всю планету. Можно спорить о том, сколько диоксинов выделяют современные мусоросжигательные печи. Можно спорить об их влиянии на организм. Бесспорно, одно. В окружающей среде уже чрезмерное количество диоксинов. Их слишком много в нашей еде, слишком много в нашем организме, слишком много в организме наших детей. Нам не нужно больше диоксинов. Надо найти безопасную альтернативу способам утилизации мусора. А что делать с миллиардами тонн мусора, который вообще не попадает ни на свалки, ни в мусоросжигательные печи? Он попадает в атмосферу, его смывает дождем, он оказывается в реках, а в конечном итоге и в океанах. Свидетельство тому можно увидеть на пляжах по всему миру. За один день по всему миру с прибрежной полосы убирают около трех миллионов килограммов мусора. Видите, как удобно сложить мусор в пластиковый пакет и бросить на пляжи? Очень умно. Огромное количество мусора оставляют курильщики. Я чувствую себя почти святым, потому что сейчас я не курю. Не знаю, насколько меня хватит, но я повсюду вижу окурки. Да, окурков очень много. Сейчас они биологически разлагаемые, верно? К сожалению, нет. Они из ацетатной целлюлозы. Какой целлюлозы? Ацетатной. В принципе, это разновидность пластика. Пластика? И в них все те токсины, которые не попали в легкие. Если окурок попадет в воду, туда попадут и токсины, и это опасно. Насколько это серьезно? Ведь окурки такие маленькие, а воды много. В чем же опасность? Мы проводили эксперименты с водяными блохами, и они отравились. Была всего одна сигарета и несколько литров воды. Именно поэтому я и бросил курить. Меня испугало то, что случилось с водяными блохами, а окурки никогда не разлагаются. Они распадаются на все более мелкие частицы, но останутся в природе на несколько лет. Практически навсегда? Да. Это пагубно влияет не только на водяных блох. В воде каждый окурок становится капсулой с химикатами медленного высвобождения. Это отравляет рыбу. Ученые лишь теперь начали подсчитывать количество мусора в мировом океане. Нас волнуют многие проблемы. Влияние на окружающую среду мусора в морской воде, проблемы для туризма, проблемы для перевозок. Ричард Томпсон, профессор Института изучения моря. Мы ежегодно используем 260 миллионов тонн пластика. На это уходит до 8% мировой нефтедобычи. И тем не менее, мы ежегодно выбрасываем более 30% этого материала. Индонезия. Большинство мусора, производимого населением быстро развивающейся столицы Индонезии, Джакарты, попадает в воды реки Силивунг. Мусор вместе с отходами производства местных фабрик заражает реку. Она уже стала одной из самых загрязненных в стране. В городе нет организованного сбора мусора. Отходы всех видов, даже мертвые животные, разлагаются в речной воде. Она настолько заражена, что на очистку потребуется 20 лет. Тем не менее, от этой реки зависят миллионы людей, и не только их повседневная деятельность, например, стирка или купание. Река является основным источником питьевой воды. ... Водопад ... Большинство отходов река уносит в море. Попав туда, мусор может нанести вред по крайней мере 267 видам морских животных. Многие тысячи лет мы сбрасывали мусор в мировой океан. Но, по мнению ученых, современный мусор, произведенный за последние несколько десятилетий, представляет наибольшую угрозу. КОНЕЦ Показателен случай с серым китом, найденным на пляже в Сиэтле. Кроме водорослей, которые обычно едят млекопитающие, ученые обнаружили 20 пластиковых пакетов, полотенца, клейкую ленту, хирургические перчатки и мяч для гольфа. Масштабы проблемы стали очевидными. Мы были в августе 1997 года, когда, возвращаясь из путешествия по Тихому океану, Чарльз Мур выбрал короткий путь домой через участок на севере Тихого океана под названием Долдрамс. Поднявшись на палубу, мы уже через несколько минут стали замечать какой-то мусор. Это навело меня на мысль. Нужно выяснить, сколько всего мусора в океане. Капитан Чарльз Мур, я вернулся сюда через два года и обнаружил, что в наши сети попадает равное количество и зоопланктона, и пластика. Меня потряс тот факт, что далеко в открытом океане мусора больше, чем живых существ. Возник спор по поводу того, имеет ли право наше общество разового пользования вот так вторгаться в биосферу океана. Что это? Когда я все это увидел, я подумал, что это какая-то плавучая свалка. Неужели так и есть? Нет, тут полно мусора, и он рассеян в воде. Площадь океана огромная, и у мусора почти такая же плотность, как у воды. Так что он медленно дрейфует у самой поверхности, и спутники не могут его зафиксировать. Научный мир был потрясен результатами исследований Мура. Он вычислил, что в океане в шесть раз больше пластика, чем микроорганизмов, известных как зоопланктон, которые и являются начальным звеном морской пищевой цепи. Так называемая Великая Тихоокеанская мусорная тропа находится в северной части Тихого океана и покрывает площадь в 20 миллионов квадратных километров. Изменяющиеся течения приносят мусор из близлежащих районов, включая Америку и Японию. Порция мусора попадает в центр спирали за шесть лет. К этому времени сам мусор распадается на мельчайшие фрагменты. Поэтому реальные масштабы проблемы оценить крайне трудно. По примерным подсчетам, мусор занимает площадь, равную площади провинции Квебек или двукратному размеру штата Техас. Поговорим о мусоре. Мы были вынуждены отказаться от отношения к охране природы, выработанного во времена Великой Депрессии и Второй мировой войны. После войны наши производственные возможности были направлены на выпуск продуктов мирного времени. Одноразовые пластиковые товары занимают много места и не разлагаются. Только человек производит мусор, который природа не может утилизировать. В мировом океане крайне мало регионов, где нет пластиковых отходов. По данным ООН, в среднем на квадратный километр мирового океана приходится 46 тысяч единиц мусора. В северном районе Тихого океана во время тралового лова рыбы в сети всегда попадался пластик. Мы записали данные по этой и этой реке. Сент-Габриэлс в Лос-Анджелесе, три дня, один день ливень, второй день моросящий дождь, третий день без дождя. Около 2,5 миллиардов единиц пластика весом в 30 тонн. Теперь в крупных населенных пунктах пытаются избавиться от этого мусора. Улицы подметают, установили мусорные урны. Если только в этом районе за три дня выбрасывают около 2,5 миллиардов единиц пластика весом в 30 тонн, а представьте, сколько мусора в Китае и Индонезии. Итак, посмотрим, что у нас здесь. Сколько миль мы прошли? Пожалуй, около мили. Ну вот, здесь упаковка, полиэтиленовая пленка. Подобный пластик встречается чаще всего даже в открытом океане. В прошлом любой материал, определяющий лицо эпохи, будь то сталь или медь, на каком-то этапе разлагался естественным образом. Пластик сохраняется намного дольше. И это хорошо, если ваш продукт предназначен для долговременного использования. Но очень плохо, если вы живете в обществе разового пользования. Но есть еще четыре зоны общей циркуляции океана. Двое коллег Мура прошли более 20 тысяч миль, чтобы узнать, замусорены ли они так же, как и зона в северном районе Тихого океана. Мы знаем лишь об одной зоне в северном районе Тихого океана, которую капитан Мур изучил 15 лет назад. Но никто не исследовал четыре другие. Есть две зоны в северном полушарии и три в южном. Никто не был в этих зонах общей циркуляции и неизвестно, что там происходит. Средства массовой информации распускали слухи об острове из мусора величиной со штат Техаса или в два раза превышающей площадь Техаса. На самом деле все не так. Это больше похоже на суп из пластика. Там высокая концентрация мусора. И это непосредственно у побережья Калифорнии. Видны небольшие фрагменты пластика, плавающие среди зоопланктона. Куда бы мы ни поехали, везде были куски пластика. Мелкое конфетти в пробах грунта. Он повсюду. В каком-то смысле лучше, когда видишь острова мусора. Его можно собрать, вывести на землю и уничтожить. Но реальность такова, что обнаруженный нами жидкий суп покрывает всю планету. Мур был не одинок. Остальных ученых не меньше его беспокоило растущее количество пластика, которое они находили в наших океанах. Здесь, в Плимуте, профессор Ричард Томпсон и его команда доказали, что частицы пластика присутствуют по всему миру. Профессор решил выяснить, как именно пластик разлагается в окружающей среде. Он провел ряд экспериментов. Пластиковые пакеты даже оставляли привязанными к причалу в гавани. Год спустя с этими пакетами все еще можно было пойти за покупками. Вот, например, так называемый первый в мире пластиковый пакет, способный к биологическому разложению. Он лежит в этом ящике с 2004 года. Как видите, его уже нельзя назвать пакетом, но остались фрагменты пластика, которые уже не подвержены биологическому разложению. Этот пакет здесь с 2004 года, и с ним та же история. До сих пор видны надписи. Второй животрепещущий вопрос, насколько это опасно, и наносит ли этот материал вред окружающей среде и морским обитателям. Мы изучили червя-пескожила, которые обитают в морских отложениях. Исследования показали, что подобные организмы охотно поедают микроскопические фрагменты пластика. Мы провели некоторые долгосрочные эксперименты с двустворчатыми моллюсками, и выяснили, что после однократного контакта с небольшими фрагментами пластика в лаборатории, через 48 дней, проведя 47 из них в чистой воде, внутри раковин все еще было небольшое количество пластика, который остался там навсегда. Доктор Фил Коуи и его команда подозревают, что здесь, возле удаленного шотландского острова Камбраи, в желудках моллюсков, которых они собираются ловить на глубине, в заливе Клайд, также есть пластик. Мы занимаемся глубоководным ловом. Здесь у нас норвежский омар. Его научное название – нефропс норвегикус, но он более широко известен как лангустин. В ресторанах его обычно подают целиком, или только хвост, и тогда блюдо называется «креветки под чесночным соусом». Это большие здоровые особи. Мы изучаем их, потому что они живут на глубине, в песке и иле. Омары живут в норках, которые обычно роют в морском дне. В основном они падальщики, подбирают мертвую рыбу. Благодаря тому, что они живут в норах и их диете, очень возможно, что они могут найти пластик либо в своей добыче, либо когда роют в иле свои норы. Мы обследовали 120 омаров и обнаружили у 83% волокна пластика или обрывки пластиковых пакетов. У общества открылись глаза. Люди давно поняли, что потенциально мы оказываем влияние на окружающую среду в целом, но лишь теперь начинают осознавать, каково это влияние. Ученых волнует еще одна проблема. Пластик не только выделяет химикаты, но, попадая в воду, он также притягивает их. Это делает его еще более опасным для морских обитателей. Так как эти химикаты по своей природе плохо растворяются в воде, они фиксируются на поверхности твердых веществ, таких как пластик. Чтобы вам было понятнее, это как если бы мы мыли посуду после карри или спагетти и болонезы. В тарелке остались бы красные и желтые пищевые красители. Скорее всего, их бы не смыло водой. Они остались бы на краях раковины, и вам пришлось бы их очищать. На поверхности кусочков пластика химикатов в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем было в окружающей морской воде. Сразу возникает вопрос, что же происходит с этими химикатами в иной среде, например, во внутренностях морских организмов? Высвобождаются ли они? Что заглатывает рыба, поедая пластик? Я имею в виду, если бы мы собирались съесть эту рыбу, достаточно ли было бы просто вынуть пластик из ее желудка? Все мы уверены, что, раз это часть системы подачи пищи, пластмассы инертны. Мы считаем, что ничего не попадает из пластика в нашу еду, так как мы покупаем молоко, йогурт и мясо в пластиковых упаковках. Идея, что пластик биологически активен и переносит в нашу пищу химикаты, создавая проблемы для организма, пришлась бы нам совсем не по вкусу. Но выяснилось, что именно это и происходит в океане. Химические вещества не только смешиваются с пластиком во время изготовления, пластик всасывает их, плавая в воде. Многие из этих химикатов способны разрушать наши гормоны. Используется множество химикатов, у которых гормоноподобная активность. Анна Соло, Центр изучения рака. Они отличаются от токсичных примесей, которые убивают вас просто потому, что они токсичны. Эти химикаты подражают гормонам, содержащимся в нашем организме. Их немного, но они играют важную роль в формировании и функционировании наших органов. Многие химикаты подавляют иммунную систему и даже снижают плодовитость. Датчане провели интересные исследования и доказали, что, вопреки всеобщему мнению, наиболее часто в помощи нуждаются именно молодые пары. Приходится задумываться над тем, не являются ли отклонения следствием воздействия гормоноподобных химикатов в процессе развития организма. Поедая мелкую рыбешку, большая рыбина заражается больше, чем каждая мелкая, так как каждая мелкая рыбка переносит в организм большой устойчивые загрязнители, которые накапливаются в жировых тканях. Затем, когда мы едим эту рыбу, накопившиеся загрязнители попадают в наши жировые ткани. Это биологическое аккумулирование. Вот почему организм косаток, самых крупных океанских хищников, отравлен более всего, и у них большие проблемы с воспроизводством. В Лондонском зоологическом обществе ветеринар-патолог Пол Джепсон документировал случаи, когда выбрасывались на берег киты, дельфины, морские свиньи, морские черепахи и китовые акулы. Он один из немногих ученых, которые более 20 лет изучали, каким образом загрязнение влияет на морских млекопитающих. И у него не очень хорошие новости. Загрязнители аккумулируются на каждом уровне пищевой цепи, так что на каждом уровне этой цепи концентрация загрязнителей возрастает. Если говорить об афалинах и касатках, то в их организмах уровень загрязнителей очень и очень высок, так что эти виды страдают больше всего. Мать передает эти загрязнители первому детенышу, так что он заражается больше всех. Вызывает тревогу тот факт, что таких зараженных детенышей может быть очень много. И, увы, мы не уверены, уцелеют ли эти популяции. В организме большинства морских млекопитающих, туши которых вскрывал пол, был крайне высокий уровень токсинов. Когда мы проводили вскрытие трупов, скажем, касаток или афалин, мы обнаруживали токсины, которые являлись ядовитыми отходами. Их необходимо утилизировать как опасные отходы. И такое встречалось в разных частях света. Например, очень много зараженных животных на морском пути Святого Лаврентия. Выбросы вредных химикатов в атмосферу не означают, что они там и остаются. Они конденсируются в океане, а затем попадают в организм морских животных. Начинается процесс биоаккумулирования. Вот почему у китов проблемы с появлением потомства. Это сигнал. Киты, как канарейки в угольных шахтах, предвестники того, что произойдет с нами. Может быть, уже через несколько поколений люди не смогут рожать детей. Пластик, плавающий в океане, это призыв природы найти решение мусорной проблемы. КОНЕЦ Речь не о том, что может случиться в далеком будущем. Земля у нас под ногами уже полна мусора. Воздух заражен химикатами, произведенными человеком, а наши океаны превращаются в ядовитый суп из дрейфующего мусора. Величайшая задача нашей цивилизации обеспечить устойчивое развитие. И лучше всего начать с мусора. Те, кто выпускает упаковку, хотят, чтобы мы поверили, что без их услуг просто невозможно жить. Когда я говорю с представителями тароупаковочной промышленности, они утверждают, что единственная их цель доставить товары на рынок в сохранности. Я не возражаю. Может, лишь в том случае, когда встает вопрос о том, как избавиться от мусора. Что-то можно пустить в переработку, а что-то нет. Так зачем же нам идти по этому пути? На миллилитр жидкости, попадающей в наш организм, здесь примерно в два раза больше пластика, чем здесь. Такие бутылки дороже перевозить. При их производстве используют больше химических реактивов. Придется утилизировать больше отходов. Их сложно утилизировать. Я спрашиваю себя, зачем нам такие бутылки? Думаю, чтобы решить проблему, нужно выпускать упаковку, пригодную к переработке для вторичного использования. Я познакомился с женщиной, которая уже приняла этот вызов и объявила персональную войну мусору. Это для органических веществ, так? Мы видели фотографию черепахи, у которой в пасти был полиэтиленовый пакет, а еще альбатроса, в желудке которого нашли немало пластика. Там были крышки от бутылок, зажигалка, зубная щетка, пластмассовые игрушки. Все то, чем мы ежедневно пользуемся. Мой муж посмотрел на эту черепаху и сказал, что мы никогда больше не будем брать полиэтиленовые пакеты. Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько мусора вы производите ежегодно? В прошлом году у нас был полиэтиленовый пакет мусора. Один пакет? Да. Такой? Да. Мусора? Бытовых отходов. За год? А сколько человек в семье? Три человека и кролик. У вас трое и кролик. Наверное, он съедает большую часть отходов. И все же это удивительно. А что вы делаете с газетами? Утилизируем. Но такой мусор невозможно утилизировать круглый год. Это просто поразительно. Как же вам это удается? У вас свой способ ходить по магазинам или что-то еще? Все нужно сделать, не доходя до кассы. Раньше, чем подойдет ваша очередь, нужно принять осознанное решение. В основном люди выбирают по принципу «мне это нравится», но надо спросить себя, что я буду делать с этим продуктом или с упаковкой, когда продукт закончится. Большинство смотрит на цену, а мы читаем информацию по утилизации. Многие родители покупают это своим детям, и это в многослойном пакете, где есть пластик. Это апельсиновый сок? Да, апельсиновый сок. Лучше не покупать его в картонной коробке или в бутылке. Вот зеленая точка. Вы знаете этот символ? Нет, я путаюсь во всех этих символах. Да, многие думают, что это знак того, что упаковка годится для повторной переработки. Это не так? Нет. Это значит, что компания заплатила определенную сумму, чтобы их продукция поступала в переработку, но потребитель не может это организовать. На пачке сигарет четко написано, что они вас убивают. Да. Все понятно. Почему бы не написать «так же понятно и здесь»? Только я или другие тоже пытаются понять, что означают все эти значки. Что это значит? Годен для переработки. Думаете, это значит «годен для переработки»? Вы все ходите по магазинам, верно? Да. Я бы хотел узнать, что это значит. Подлежит переработке. Вы не знаете? Я бы сказала, «подлежит переработке». Подлежит переработке. Я бы тоже так сказала. Подлежит переработке. Вы все не правы. Я всегда спрашивал себя, можно ли обойтись вообще без упаковки. Надо помочь клиентам наполнять свои контейнеры, а не создавать больше мусора, пользуясь упаковочной тарой. Значит, я должен приходить сюда с собственным контейнером? Да. Если вам нужен сухой продукт, можно принести сумку. Если принесете пластиковый контейнер, мы сначала его взвесим, а потом наполним. То есть вы сможете купить столько, сколько вам нужно. Еда не пропадет. А если я не планировал ходить по магазинам, я могу взять один из этих, да? Да, именно так. У меня в кармане должна быть небольшая сумка. Обычно я ношу с собой сумку. А это? Это следующий шаг. Многие привыкли ходить в супермаркет с обычной сумкой, а это вместо упаковки. Затем товар можно положить в сумку. Потрясающе. Когда мы только начали использовать этот метод, мы делали небольшие скидки, чтобы заинтересовать людей. Мы обнаружили, что люди приходят сюда два-три раза, прежде чем запомнить, что надо брать с собой контейнер. Первый раз они забывают, второй раз тоже. На третий раз что-то запоминают, а потом это просто входит в привычку. В конечном итоге, это хорошая модель ведения бизнеса. Поставщикам легче сложить что-то в один большой контейнер, чем расфасовывать товар. Это дешевле и для меня. Я получаю хорошую прибыль, и мы можем продавать свои товары по приемлемым ценам. Так что все в выигрыше. В течение жизни мы привыкаем выбрасывать вещи, даже еду, несмотря на то, что многие голодают, а фермерам советуют выращивать генетически модифицированные культуры, чтобы увеличить производство продуктов питания. Только в Британии, в пересчете на еду, мы ежегодно выбрасываем 11 миллиардов фунтов. Мы выбрасываем неимоверное количество пищи. По всему миру ежегодно пропадает около 1,3 миллиарда тонн. Пища – это энергия. Может быть, пищевым отходом можно найти лучшее применение, а не свозить их на свалки. Мы построили утилизационный котел в одной из британских тюрем. Он предназначался для обработки пищевых отходов с тюремной кухни. Это был отличный экземпляр небольшого утилизационного котла. Я не понимаю разницы между анаэробной обработкой и компостированием отходов. Так что я захотел увидеть котел в действии. Здравствуйте, сэр. Сейчас я проведу личный досмотр. Вы не возражаете, что это сделает женщина? Это честь для меня. Как вас зовут? Меня зовут Лин. Пожалуйста, поставьте сумку сюда. Спасибо. Поднимите руки вверх. Большое спасибо. Осторожно, я боюсь щекотки. Правда? Ничего страшного. Утилизационный котел установили в тюрьме впервые, и это опытный экземпляр. Мы записываем вес всего, что идет в переработку. Вся пища проходит через процессор, так что она распадается немного быстрее. Мы воссоздаем естественные процессы, происходящие в организме человека и животных. В кишечнике и желудке есть бактерии, которые помогают переваривать пищу и превращать ее в энергию. А нейробный ферментер это то же самое, но он не из плоти и крови. Здесь стоят бетонные и металлические резервуары, а это насосная система. Конечный итог абсолютно такой же. Энергия. Энергия в виде биологического газа, богатого метаном. И это твердые и жидкие удобрения, которые можно использовать на земле. Сколько вы экономите ежегодно? Лишь перерабатывая пищевые отходы, мы экономим 18 тысяч фунтов. Значит, стоимость обслуживания минимальна? Да, стоимость минимальная. И после установки никаких расходов больше нет. Значит, это выгодно налогоплательщикам? Да. Джереми, приятно познакомиться. Взаимно. Большое спасибо. Итак, это компост. Да, давно он здесь? Этот компост здесь примерно 10 дней. Вызревает. Он весь покрыт мухами. Как долго он будет здесь находиться? Он будет здесь еще 20 дней, пока окончательно не созреет и не начнет выделяться тепло. Да, я уже вижу пар. Тепло ощущается. Надо быть уверенным, что все готово. Просто фантастика. Мне начинает нравиться этот запах. Да, да. Он пахнет лучше, чем тот, что в баках. Здесь работают заключенные? Да, заключенные работают и здесь, и в туннелях. Некоторые из них никогда в жизни не выполняли такую работу. Мы стараемся, чтобы они поняли, откуда берется еда. Никогда не мог понять, почему мы так не делаем. Почему импортируем товары? Почему бы круглый год не выращивать в туннелях? Мы бы вырастили гораздо больше. Да, могли бы. Может, времена изменятся, и все так и будет. Большое спасибо. Приятно было с вами пообщаться. Разве не было бы здорово использовать этот метод в более широких масштабах? Говорят, если более эффективно распределять ресурсы, ежегодно можно сэкономить до 6,5 миллиардов фунтов. Если постараться, на свалке и в мусоросжигательные печи попадет на 17 миллионов тонн меньше мусора. Потенциально мы можем сэкономить на сырье миллионы фунтов. Представьте, если так будет по всему миру. Сан-Франциско. Уже долгие годы город Сан-Франциско является лидером по переработке мусора. 75% местных домов и офисов принимает участие в программе «Нулевые отходы». Сан-Франциско выступил с инициативой учредить программу «Нулевые расходы» еще в 2002 году. Когда мусор свозят на свалки, это пустая трата ресурсов, и мы поддержали международное движение «Нулевые расходы». Нельзя продолжать добывать ресурсы из земли. Нужно использовать те ограниченные ресурсы, что есть в нашем распоряжении. У нас трехпоточная система сбора мусора, которой пользуются все местные жители, независимо от того, живут ли они в частных или многоквартирных домах. И все предприятия, не только рестораны, но и многоэтажные офисные здания и предприятия розничной торговли. Это основа нашей программы. Теперь в Сан-Франциско каждый обязан участвовать в программе. Все, начиная с владельцев частных домов и жителей многоквартирных домов, а также предприятия и даже гости нашего города. Так что, как гость Сан-Франциско, вы официально обязаны принять участие в нашей программе по разделению отходов. Часть этого радикального подхода – сотрудничество с местными предприятиями. Это центр по переработке мусора. Здание площадью 18 580 квадратных метров, куда свозят весь подлежащий переработке мусор из Сан-Франциско. Мусор погружают на конвейер бульдозерами. Он попадает на транспортную ленту, где наши сотрудники сортируют его вручную. Или же там есть машина, например, магниты, которые притягивают металл. А наши сотрудники помогают сортировать стекло. Мы нанимаем только тех, кто живет здесь неподалеку. Им хорошо платят, и у нас есть льготы и пособия. Правда? Пособия и пенсия. Просто фантастик. К вам на работу выстраиваются очереди? Вообще-то да. В последний раз, когда мы объявили о вакансиях, очередь была через весь квартал. Людям надоедает здесь работа, или они работают долгое время? Люди работают долгое время. Я здесь уже 11 лет, и все еще не вышла на пенсию. Некоторые проработали здесь лет 30, 20, 30 лет. Это очень хорошая работа. Расскажите, что он делает? Что это такое? Все это жесткий пластик. Погрузчик грузит его на конвейер, а затем мы отправим его за границу, на внешние рынки. А где эти внешние рынки? Этот мусор, наверное, отправится в Китай, где из него сделают новые продукты, которые мы снова у них купим. Многие изделия привозят из Китая в контейнерах. Порожние контейнеры отправляют обратно, но теперь они поедут назад, груженные материалами, которые мы отправляем в Азию. Здесь применяют анаэробную обработку, а также получают компост в промышленных масштабах. Фермеры своими глазами видят, что урожай лучше там, где мы использовали компост, и также начинают использовать компост. Они вполне могут себе это позволить. Кроме того, фермер получает более высококачественный урожай и более высокий доход. Сокращается эрозия почвы. Все это работает на благо фермы. Прекратив понапрасну терять органические вещества, мы предотвращаем попадание этих веществ на свалки, сокращая таким образом образование метана. На свалки больше не попадают те материалы, которые могут пригодиться на ферме. Так что двойная выгода. Сотни предприятий и ферм используют компост из Сан-Франциско. Я решил посетить виноградник в Напо-Велли. Мы добавляем понемногу всего того, в чем нуждается почва. Почва подобна банку. Собирая урожай, вы как бы забираете банковский вклад из того банка, где у вас был депозит. Компост для нас сродни депозиту, и мы восполняем все то, что забираем из почвы. Все, что мы делаем, направлено на поддержание здоровья нашей Земли. Это самое главное. Может, нам приходится тратить больше денег, но это того стоит. Я бы не хотел стать свидетелем того, когда наше вино потеряет свой вкус. Этого не должно произойти. Давайте попробуем вино, чтобы убедиться, что компост делает свое дело. Ананда Литан – член Всемирного движения, куда входят сотни организаций, борющихся за нулевые отходы. Мы пытаемся доказать, что в этой борьбе выиграет именно массовое движение. Мы пытаемся сберечь нашу планету для будущих поколений, часто не обладая достаточными ресурсами. Мы должны получить более широкую поддержку не только ради того, чтобы закрыть подобные предприятия, но и чтобы создать демократическое управление в промышленности, которое подрывает здоровье людей и здоровье планеты в целом. Мы должны способствовать тому, чтобы сообщества смогли повлиять на местные органы управления и изменить их к лучшему. Неверно сжигать или закапывать мусор, если 90% отходов, производимых этой компанией, можно подвергнуть повторной переработке. При сжигании мусора и даже при захоронении его на свалках расходуется в 3-5 раз больше энергии, чем при повторной переработке. Еще важнее уровень загрязнения окружающей среды, связанный с производимой нами энергией. Если в США будут перерабатывать те отходы, которые сейчас закапывают, это будет равносильно тому, как если бы с дороги исчезла половина машин. Настолько бы сократился уровень загрязнения, если бы мы достигли наших вполне достижимых целей. Конечно, мусоросжигательные печи создают рабочие места. Сравнимо ли количество рабочих мест с индустрией переработки отходов? В США исследования показали, что индустрия переработки отходов может создать в 10 раз больше рабочих мест, перерабатывая и превращая в компост то же количество мусора, который сейчас закапывают или отправляют в мусоросжигательные печи. Сейчас в США в индустрии по переработке отходов занято около 800 тысяч человек, хотя мы перерабатываем лишь 33% отходов. Если бы этот процент возрос до 75, и мы добились бы тех же успехов, что в Сан-Франциско, мы бы создали полтора миллиона дополнительных рабочих мест. Эйнштейн как-то сказал, что умный человек решает проблему, мудрый пытается ее избежать. Инженеры пытаются решить проблему с горами мусора. Но нам лишь нужно прекратить производить эти горы мусора. Нужно искать иные пути, пока мы продолжаем бороться с проблемой, просто говоря, да, мы нашли решение, мы сожжем весь мусор, мы не сдвинемся с мертвой точки. Так мы решили проблему с курением, запретив людям курить. Многие не верили в успех, говорили, что это не сработает. Но мы четко понимали свои цели, утвердили график, разработали методику, и настал день, когда люди вынуждены были прекратить курить. Мы решили проблему с ремнями безопасности, решили проблему с вождением в пьяном виде. Это стало просто неприемлемым, так как последствия слишком суровы. Тоже нужно сделать и с мусором. Я не говорю, что нулевые отходы – это легко, но все проблемы с мусорными свалками, проблемы с мусоросжигательными печами, даже преодолев их, мы будем идти в ложном направлении. Через 25 лет мы так и не добьемся устойчивого развития, тогда как проблемы в связи с нулевыми отходами стоит решать, потому что это верный путь. Мы экономим ресурсы для наших детей. Сокращаем уровень загрязнения. Движемся к устойчивому развитию. Мне кажется, настал переломный момент. По всему миру я встречал людей, которые уже изменили свои привычки. Теперь это зависит от каждого из нас. Смотрите, как вы можете это выбрасывать? В нее вложено столько труда. Это зависит не только от меня и от вас. Со всеми этими пластиковыми пакетами, одноразовыми стаканами, зажигалками, ручками и игрушками. Не только от корпораций, которые перевозят продукты питания по всему миру, заворачивая их в пластик и выбрасывая, когда истек срок годности. Не только от тех, кто занят упаковочной индустрией. Не только от рекламщиков, которые убеждают всех, включая самих себя, что то хорошо, что хорошо выглядит. Не только от политиков, у которых нет политической смелости, которые не в состоянии встать и сказать, «Этому надо положить конец». Это зависит от каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Ведь мы с вами загрязняем нашу планету, и пришло время остановиться. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok